В эфире Ноябрьск 24. Здравствуйте! Сейчас расскажем о главных событиях этой пятницы. 20 миллионов брошены в огонь. Пожарные Ноябрьска подсчитали, какой урон нанесла стихия за месяц. В эфире Ноябрьск. Реконструируют или отстроят заново городские власти вновь взялись за Ямал, что ждет долгострой в центре города. И настала пора лететь в отпуск. Добраться до Казани теперь можно будет напрямую, когда запустят новые рейсы. Городская администрация начала процедуру отбора подрядчика на разработку проекта реконструкции КСК Ямал. Техническое задание предполагает строительство нового многоуровневого здания с большим концертным залом на 1000 мест, одним малым залом на 250, бизнес-центром, конгресс-центром для проведения выставок, банкетным залом и зонами для творческих объединений. Подрядчику придется также предусмотреть в проекте помещение для приемной губернатора округа. К октябрю проектировщикам предстоит разработать эскизный проект и 3D-модель, а к 20 января следующего года окончательный проект. Примерная стоимость всех работ – 33 миллиона рублей. Рассмотрение заявок от компаний-претендентов состоится 4 июня. Желающих ремонтировать детский парк пока нет. До 28 апреля 2018 года городские власти принимали заявки от компаний-претендентов на реконструкцию парка. В установленный срок ни одной заявки на конкурс не было подано. 4 мая аукцион признан несостоявшимся. Примерная стоимость работ, которые запланированы на этот год – 250 миллионов рублей. Мероприятие проходит в рамках проекта «Комфортная городская среда». Согласно техническому заданию, в этом году подрядчик должен обустроить в парке всесезонные горки, детскую игровую зону и веревочный парк. Большой объем работ запланирован также в части благоустройства. Это включает формирование городской площади, парковочной зоны, реконструкция марша, формирование хороших полноценных связей, в том числе велодорожек, обеспечение доступности малобильных групп населения, чтобы любой человек мог попасть с самой низкой точки парка на самую высокую. Первоначально конкурсная документация предполагала, что все работы подрядчик должен завершить к 25 августа. Удастся ли соблюсти эти сроки – пока неизвестно. Ущерб от апрельских пожаров в ноябрьске оценили в 20 миллионов рублей. Такие данные озвучили в городском отделении профилактики пожаров. За месяц в нашем городе зарегистрировано 28 изгораний, 7 из которых в жилых домах. Погибли 3 человека, двое получили травмы различной степени тяжести. Так, 3 апреля произошел пожар в частично расселенном одноэтажном доме номер 16 по улице 60 лет СССР. Один человек погиб, еще один доставлен в ЦГБ. 9 апреля из-за неисправной розетки произошел пожар в одном из квартир дома номер 1 на улице Привокзальной. 13 апреля в центре города произошел пожар в одном из подъездов пятиэтажки. Пострадали три велосипеда и одна детская коляска. Причина возгорания – детская шалость. За месяц от пожаров пострадали также три автомобиля. В двух случаях причиной стала неисправность оборудования в одном поджог. Предупреждают, проверяют и штрафуют. В городе прошло очередное заседание административной комиссии. Из 19 вопросов половина о нарушителях тишины, вторая половина о плохой работе управляющих компаний. Бывала музыка, приходили соседи, просили убавить, я убавил. На заседаниях административной комиссии житель Ноябрьска Алексей не впервые. Громкая музыка по ночам очень нравится ему и очень не нравится соседям. Они вызывают полицию, на молодого человека составляют протокол. В прошлый раз он отделался предупреждением. В этот раз меломан заплатит за свое увлечение реальными деньгами. Штраф – 2500 рублей. Несоблюдение тишины рассказывает члены комиссии одно из самых распространенных правонарушений. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города, что законом установлены запреты с 23 часов до 7 часов утра. Это в будние дни запрещено шуметь. И в выходные дни, либо праздничные дни с 23 часов до 9 утра. Представители управляющих компаний ТСЖ – тоже постоянные гости административной комиссии. На этом заседании рассмотрели дела тех, кто не своевременно выполнял свои обязанности в апреле. Это и плохая чистка крыш, и замусоренные контейнерные площадки, и налить во дворах. Впрочем, в этот раз коммунальщиками обошлись без особой строгости. Ограничились предупреждениями, поскольку все нарушители попали в поле зрения комиссии впервые. В любом случае, если не почищена территория придомовая, если от снега, если есть скопление мусора на контейнерной площадке, которая на придомовой территории расположена, если не очищена крыша от снега и так далее, все эти нарушения в первую очередь сигнализируются в управляющую компанию, товарищество или обслуживающую организацию. Нет реакции незамедлительной в управлении ЖКХ, соответственно, полномочные лица будут протоколировать. Конфликт интересов, который перерос в разборки, напоминающие далекие 90-е. Гаражный комплекс «Тепловик» не только находится на грани банкротства, но еще и на пороге войны. Общественная группа из членов кооператива недовольна работой управляющей компанией «Фактериал». Активисты требуют разорвать контракт с организацией и хотят самостоятельно решить проблемы «Тепловика». Представители обеих сторон побывали в нашей студии. Правда, посадить их за один столб переговоров не получилось. Интервью членам гаражного комплекса и руководителям управляющей компании смотрите на нашем YouTube-канале. Ну а 5 мая история с «Тепловиком» будет продолжена. У проходной гаражного комплекса состоится очередное собрание членов кооператива. Начало запланировано на 12 часов. Ноябрьские ветераны получат традиционные выплаты к 9 мая. Размер материальной помощи зависит от категории граждан. Так, инвалидам, участникам войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей положено по 5 тысяч рублей. Вдовам и труженикам тыла выплатят по 2 тысячи. Самая многочисленная группа – это дети войны, которые проработали на Ямале не менее 10 лет. В Ноябрьске – это 935 жителей. Им к памятной дате полагается по 500 рублей. Всего материальную помощь получат более тысячи человек. На общую сумму – 737 тысяч рублей. Выплата гражданам, которые состоят у нас на учете, назначается в беззаявительном порядке. То есть обращаться с заявлением в Управление социальной защиты населения не нужно. Граждане, которые получают выплаты на почте, получат их в соответствии со своим графиком выплат в тот день, когда они получают все выплаты. А граждане, которые получают на банковские счета, получат материальную помощь к 9 мая. Продолжается прием заявок на окружной конкурс молодежных бизнес-проектов «Свое дело». В нем могут принять участие молодые ямальцы, индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. Конкурс будет проходить в несколько этапов – подготовительный и образовательный. Он пройдет в конце мая в Тюмени. А уже в сентябре состоится защита бизнес-проектов. В прошлом году 11 победителей разделили между собой 10 миллионов рублей. Всего с начала проведения конкурса, то есть с 2013 года, обладателями денежной помощи стали 10 жителей Ноябрьска. В чем состоит подготовительный конкурс? Ребятам нужно подать заявку, она несложная, написать эссе «Мой бизнес не больше одного листа» и сделать ксерокопию документов. Вот эти документы отправляются до 21 числа, и потом уже комиссия после окончания срока подачи заявок рассматривает и принимает решение, кого они допускают уже на образовательный этап. Из Ноябрьска снова можно будет улететь в Казань. Прямые рейсы в столицу Татарстана открываются с 18 июня. Перелеты будет осуществлять компания «ЮВТ-Аэр» раз в неделю по понедельникам с дозаправкой в Перми. Минимальная стоимость билетов в одну сторону с учетом сборов – 8735 рублей. Они уже появились в продаже. Пока авиакомпания планирует летать в Казань до 17 сентября. Прямые рейсы из Ноябрьска в этот город уже открывались в прошлом году. Их осуществляла компания «Красавиа». Но с нового года полеты убрали из расписания. На Ямале появился на свет первый в этом году олененок. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса. Олененок родился в Ныде. Как поясняют специалисты департамента, первые оленята на Ямале обычно появляются в 20-х числах апреля. Массовый отел начинается во второй половине мая. Но в этом году весна припозднилась. Многие пастбища еще в снегу. А результат прибавки в оленьих стадах, как правило, зависит как раз от погодных условий. Самки стараются отложить появление потомства до наступления благоприятных температур. Через несколько секунд вас ждет прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Не переключайтесь.